Регистрация нашествия «Бессмертный полк онлайн» продлена. Организаторы продолжат принимать заявки на участие в масштабном патриотическом онлайн-шествии до 3 часов дня 9 мая. Продлить решили по многочисленным просьбам, которые поступали в общественное движение «Бессмертный полк России». Заявки на участие в акции уже отправили более 30 тысяч жителей Ростовской области и по количеству заявок наш регион в первой десятке. В год 80-летия знаменитого огненного выпуска в Ростовском медвузе почтили память врачей, погибших в Великую Отечественную. Таких выпусков было два – один в июне, другой в августе, состоявший из студентов-четверокурсников. Вместо дипломов они получили справки и ушли на войну добровольцами. Имена невернувшихся с фронта теперь высечены на мемориальных досках обелиск оскорбящей девушки-студентки. Традиционно к памятнику сотрудники РостГМУ возложили цветы. В 1941 году два выпуска, ребята, которым только исполнилось 20 лет, они как один пошли и пошли в вооруженные силы, оказывали помощь раненым. К сожалению, очень много из них погибло, очень многие получили тяжелое ранение. Но мы их помним, у нас учились их дети, учатся их внуки. К сожалению, у нас на сегодня ни одного не осталось участника боевых действий. В честь юбилея огненного выпуска на территории вуза разбили аллею, высадив 8 лип, одно дерево на каждые 10 лет выпуска. Движение транспорта ограничат в центре Ростова завтра с 6 утра до часу дня из-за проведения Парада Победы. Проехать нельзя будет по улицам, по которым пройдет механизированная колонна. А именно по Шолохово, 20-й линии, площади Карла Маркса, Большой Садовой, Ворошиловскому, Красноармейской, Ченцово, Кировскому и Театральному. Тайно провести лом цветных металлов на территорию Ростовской области попытался украинец. Его автомобиль задержали таможенники на пункте пропуска Новошахтинск. Мужчина не задекларировал свой багаж весом 320 килограммов и спрятал его за задними пассажирскими сидениями под незаводской обшивкой. На досмотре рентген показал находку и мужчина сообщил, что планировал продать лом в России. А о том, что надо декларировать, знал, поэтому спрятал. В отношении нарушителя возбуждено административное дело. Соблюдение правил безопасности на воде проверили сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС России. В рейд вышли на майские праздники. Традиционно в это время много желающих порыбачить, да и просто отдохнуть на дону. С 1 января правила пользования маломерными судами изменились, но об этом помнят не все. У вас должен быть спасательный круг, который у вас сейчас отсутствует. Это ваша безопасность на воде, а также спасательный жилет сертифицированный, оранжевого цвета, как у нас. Изменения в правилах касаются в основном спасательных жилетов. Они должны быть сертифицированными, подогнанными по размеру и застегнутыми. Пассажиры и судоводители на резиновых лодках и лодках ПВХ должны быть в таких спассредствах постоянно. Казанки, прогрессы, новые суда, палубные суда. При шлюзовании и прохождении в морском порту спасательные жилеты также должны быть обязательно одеты на судоводителях и на пассажирах. Дети до 12 лет, которые находятся на судах, обязаны быть в спасательных жилетах. А дети до 7 лет, ко всему прочему, должны быть еще и в сопровождении взрослых. Причем за каждым ребенком должен присматривать отдельный человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова